Сгнивший фундамент, продуваемый всеми ветрами волнообразные стены и кривые полы – это лишь неполный список проблем, с которыми живут на протяжении долгих лет жильцы многоквартирных домов в Тельвиске. Старые деревяшки 80-х годов по строге по документам почти юнцы. Домов, в которых побывала наша съемочная группа, не даже в долгосрочной региональной программе капитального ремонта. Впрочем, о каком ремонте может идти речь, когда люди ходят в квартире в валенках, спасаясь от холода. Так что же всё-таки снести нельзя помиловать или ожидание капремонта? В проблеме разбиралась Ирина Цепитова. В квартире супругов Дуркиных как в горной местности – то вверх, то вниз. Кривые полы выровняли несколько лет назад. Ремонта хватило ненадолго. Дом снова поехал, перекосив все конструкции. Плита вот сюда уехала. Если что-то жаришь на сковородке, всё сливается в одну сторону. Суп поставишь, суп надо в тарелке. Вот сюда. Дом едет. Вместе с полами танцуют и потолки, и стены. Делать ремонт в этой квартире уже не берутся. Пустая отрата денег и времени, признаётся Любовь Владимировна. Отдельная песня – межкомнатные двери. Потолки, полы и стены гуляют так, что двери просто не закрываются. По документам, дом номер 4 по улице Полярная ещё очень даже молод. Обследование БТИ, правда, от 13-летней давности, показало фактический износ строения порядка 41%. Уже после был проведён ремонт. В доме обновили систему отопления и прикрытия кровли. Многоквартирная деревяшка вмиг помолодела. Но самые серьёзные проблемы остались с жильцами. Это типичная проблема неблагоустроенного строения с выгребными ямами. Сейчас только приезжают, смотрят, фотографируют, что у нас вот там где-то всё сгнило внизу, почернели уже доски. Всё вниз туда никто ни разу не заглядывал. Всё, что там внизу, вот пырится под домом, под полом. Там никто ничего. Они снаружи посмотрели и всё. А как вот на самом деле приглашали, чтобы зайти хоть в квартиру одну и посмотрите, что всё уехало у людей. Внизу всё там сгнило зимой. Я говорю, ну у нас, ладно, я уж молчу, что у нас сквозняки ходят. Хоть и обшиты, но ходят сквозняки. Бывает, что и валенка ходим. Вот одеваемся тепло. По-другому никак. Всё, что творится под домом, острее всех на себе ощущают соседи снизу. В квартире Надежды Дуркиной ледяные полы, а дыры между полами, плентусами, влеченой в два пальца. Оттуда в квартиру проникает гуляющий под домом ветер вместе с характерными запахами туалета. Буквально недавно хозяйка сделала в квартире ремонт. Жить-то хочется хорошо, но в таком доме это вряд ли получится, признаётся Надежда. Регулярно жильцы платят за содержание общедомового имущества. Порядка двух тысяч рублей с квартиры. Никаких глобальных работ от управляющей компании не ждут. Хотя бы привести в порядок обветшавший от времени подъезд. По словам директора управляющей компании МКП «Энергия» Анатолия Дуркина, подобные работы запланированы на тёплое время года. В мае деревяшки обследуют на предмет необходимости столярных, плотницких и малярных работ. Например, какие работы могут быть? Ну, заменить, предположим, крыльцо, заменить козырёк над крыльцом, покрасить подъезды. Вот в этом году планируем, как получится со средствами закупить краску, закупить материалы, нанять людей, чтобы красили. Соответственно, посмотреть все перила, лестницы, то есть полы и так далее. Работы, которые в силах выполнить управляющая компания, конечно, не поправят положение дел. Речь должна идти либо о капитальном ремонте строения, либо его сносе. Первый вариант может быть исполнен только после детального обследования дома профильными специалистами и признания дома подлежащим капремонту, отмечает директор фонда содействия реформированию ЖКХ в Неницком округе Анатолий Сафонов. Чтобы не вошёл в программу капитального ремонта, один из основных конструктивных элементов, а такими являются фундаменты, стены, кровля, должны быть не менее 70%. Хотя бы один из них. По состоянию телевисочных домов я, честно говоря, не готов сказать, какие у них проценты износов проставлены, но ещё раз повторюсь, что это требует перепроверки. А в этом году на такие виды работы с бюджета округа выделено 100 миллионов рублей. Телевисочный сельсовет в этот список не попал. Сегодня в муниципальном образовании 14 многоквартирных домов. По словам руководителя муниципалитета Александра Чурсанова, большинство из них при должном осмотре можно признать ветхими и аварийными. Мы будем этим летом проводить эту работу по обследованию домов, по признанию этих домов ветхими и аварийными. Но нужно понимать, что за один год это всё сделать невозможно, потому что необходимо строить новые дома, необходимо переселять граждан. Это основная головная боль муниципального образования. Но мы в этом направлении будем работать. И по этому вопросу мы уже разговаривали и с органами государственной власти. То есть на сегодняшний день у нас есть два земельных участка в Телевиске под малоэтажное строительство, на которых можно построить 24-х квартирные дома. Соответственно, можно будет проводить уже работу по признанию 12-х квартирных домов в Телевиске и Макарова ветхими, людей переселять, соответственно, освобождать земельные участки, те, на которых расположены ветхие дома. Ну, планы у нас есть. Кстати, совсем скоро в Телевиске появятся счастливые новосёлы. В декабре этого года в селе сдадут долгожданный долгострой. 12-ти квартирный дом достроят ремонтно-строительная компания Неницкого автономного округа. На объекте уже идут работы. Новые, тёплые и уютные. А главное, благоустроенные квартиры получат граждане, которые стоят в очереди на получение жилья по договорам социального найма. Среди них и многодетные семьи муниципального образования. Так что в любом случае жильцам старых многоквартирных домов придётся ждать новоселье ещё. Сколько – неизвестно.